День добрый дорогие друзья, поклонники топовой реактивной авиации, ожидатели будущих изменений, каких-то новинок и так далее. Сегодня с вами, как обычно, изъедыщи, я буду шокировать вас невероятными вещами, которые в какой-то степени, возможно, сломают баланс или же преподнесут нам дополнительные сюрпризы, возможно, подарят перспективу и так далее. Суть в том, что, говоря о авиации, топовые реактивы для меня на первом месте на данный момент. Мне действительно интересно летать в этих сражениях, мне интересно сбивать с помощью ракет. И несмотря на то, что в целом сами по себе ракеты это не слишком-то скилловая тема, это мягко говоря, да и вообще на реактивах нет такого ожесточенного маневренного боя, как на поршневой авиации. И тем не менее, это все равно свежий глоток. Ну а ситуации, которые решаются не наличием ракет, а именно вашими какими-то знаниями, все реже и реже. Вот смотрите, как интересно получается. Пропускаю уже противника, без топлива, делаю контратаку. Вроде как для ветеранов это не то, что там какое-то сверхневероятное событие, но тем не менее, именно в реактивной авиации подобные моменты с контратакой при использовании курсового вооружения все реже и реже. В поршневой авиации это обычное дело. На реактивах после пропуска чаще используют ракеты, если они есть. Отправляют в догонку и вроде как проблема решена. Дальнейшее зависит лишь от крутости самой ракеты, ведь у нас пока нет у истребителей ЛТЦ, которые могли бы отстреливаться, такой есть только у топовых вертолетов. Все что могут истребители, пока что делать какой-то резкий и неожиданный маневр, чтобы обмануть ракету. И одна из лучших ракет на данный момент это советская R60, появившаяся с новыми мигами. Игроки обеих команд не особо утруждают себя погонями за противником, когда есть возможность просто заплевывать этими ракетами любого попавшегося на прицел. И вот посмотрите, что происходит. Сейчас мы сбили этого бедолагу, скинувшись по ракете. В следующем бою уже меня точно также сбили несколько самолетов, от всех ракет не уклонится. Ну и примерно вот такой вот геймплей и складывается. И вроде как уже многие согласились тем, что правят балом на данный момент Миг-21, который когда только появился F13. Совершенно не вызвал каких-то особых чувств, все играли на Мигах 19, потому что они были круче. Но ситуация изменилась с появлением новых модификаций ракет R60, крайне крутых ракет с невероятным отклонением, который я вот показывал в отрезке одного из стримов. Вот посмотрите еще раз. Но, друзья мои, это лишь цветочки. Хотите ягодки? Опять же возвращаемся к теме, которую я поднял буквально недавно. Это потенциальный будущий вот фантома за японцев, в котором вроде как присутствуют новые бомбы. Но не о них сейчас речь, а о уникальных ракетах воздух-воздух, которые я поначалу недооценил, подумав, что это очередной обычный клон сайдвиндеров. Но, друзья мои, это очень крутые ракеты. Это то, из-за чего можно смело ждать массу слез, ведь именно такие ракеты, а именно Type 90 АМ-3, будут крошить все истребители похлеще, чем Р-60 и им подобные. Во-первых, спасибо Википедии, это первые ракеты в игре 90-х годов. Да, друзья мои, вы не ослышались, ракеты воздух-воздух 90-х годов. Никакие другие ракеты не имеют настолько приближенного к современности уровня технологичности. Для контраста приведу пример. У американского фантома есть ракеты АМ-9А, у которых дальность примерно 5 километров, захват ГСН примерно такой же. При этом перегрузка, что я считаю самым важным параметром для крутости и резкости ракеты, которая и позволяет там быстро отклоняться и сбивать противника, 10G. У британского фантома имеются ракеты АМ-9Д, у которых перегрузка 16G. У советских Р-60, которыми вооружены последние Меги-2 с первые, 18G. А теперь готовьтесь упасть со стульев. У японской Type 90 АМ-3 перегрузка 36G. Ну что, повставали? Тогда я продолжу. На самом деле показатель в 36G может быть неточным. Дело в том, что найти точные характеристики на японскую военную технику, на ее вооружение очень непросто. Ведь все источники на японском, никто не гарантирует, что информация достоверная, да и как обычно все очень скупо. Но для хоть какой-то проверки информации мы поступим хитрее. Вместо того, чтобы читать различные книги и издания на японском, обратим внимание на американские типы ракет, которые имеют куда больше информации, и сравним японца 90-х годов, скажем, с Сайдвиндер АМ-9Л конца 70-х. Так вот, Сайдвиндер АМ-9Л имел максимальную перегрузку от 30 до 35G, несмотря на то, что отставал на 12 лет от появления японской ракеты, которая явно была хотя бы по системе наведения куда более продвинутой. Мне кажется, сомнения в том, что японский Type 90 АМ-3 имел перегрузку 36G, а возможно и больше, должны отпасть моментально. А теперь глобальный вопрос. Как с этим быть? То, что японский фантом еще имеет систему РЭП, которая будет глушить сигналы, это еще ни о чем не говорит, потому что непонятно, как она будет себя показывать в игре, какие конкретно у нее будут стоять задачи. Ну а что касаемо ракеты РВВ и бомб, которые имеют тепловое наведение, уже говорит о том, что предполагается чудовищная имба за Японию. Но быть такого не может, что лишь японцам дают такие возможности. Понятное дело, у них своя отдельная рекламная акция. Маркетологи в Японии продвигают продукт, который прежде всего будет интересен именно их гражданам. Но я уверен, что остальным нациям тоже что-то завезут. Только они не спалились, как это сделали японцы на своем сайте. Уверен, появятся те самые топовые, предтоповые сайдриндеры, о которых я говорил, АМ-9Л. А возможно, что-то постепенно ведут и по годам соответствующим японской ракете, например, АМ-9Х. Но если этого не произойдет, реактивщики Вартандер, готовьте ваши булки, потому что на протяжении целого патча японцы будут однозначно доминировать и надругаются над всеми нациями вместе взятыми. Вы же видели, что творила советская Р-60? Теперь представьте, что будет творить японская ракета с перегрузками, которые, ну, где-то в два раза превышают советскую. Мне кажется, самураи сейчас должны пить шампанское, как минимум, за этот замечательный фантом с бомбами, с ракетами, с системой РЭП, которая пока загадочная и не знаешь, как она себя проявит. Но тем не менее, на этом мысль не закончилась. К чему я все это подвожу? Раз уж появляются такие невероятные ракеты, от которых практически невозможно уклониться, это не то, что было во Вьетнаме, где из трех-четырех ракет, возможно, попадала одна, а то и реже, это в лучшем случае, одна из четырех могла попасть, если почитать мемуары летчиков. Так что теперь я на 99% уверен, что нам дадут ловушки, нам дадут возможность самим регулировать ситуацию в бою и решать, как нам именно уклоняться, в какой момент и, соответственно, выпускать те самые ловушки. То есть, игра в топе, которая стала менее скиллозависимой с появлением ракет, которые еще и каждый патч более эффективно и вводят, сейчас снова станет в какой-то степени скиллозависимой, ведь разработчики добавят еще один элемент, который потребует от нас действий. А людям ведь еще потребуется время, чтобы научиться правильно работать с ловушками, особенно таких ракет, как Type 90, ведь у нее искатель не только инфракрасный, но еще и ультрафиолетовый, к тому же отмечается очень высокая устойчивость к вспышкам. Вы это, не забывайте делиться своим мнением о будущем патче, о возможном вводе каких-то новинок, потенциальном появлении Су-25, Ф-15 там, в конце концов, еще чего-нибудь. Ведь мне кажется, улитка все-таки решилась на развитие в сторону современной авиации, которой побаивалась какое-то первое время. Но, тем не менее, как я уже и сказал в предыдущем своем видосе, деваться некуда, нужно двигаться только вперед. Все, ребята, поддерживайте видос лайком и увидимся в ближайших видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok